Самая нереальная кукуруза в нашем хозяйстве. Три початка на одном растении. Пожалуйста, пожалуйста. Но третий, конечно, будет сброшен. Два – это товарная кукуруза. Причем нереальное в прямом смысле слова. Добиться того, чтобы на одном растении выросло два початка кукурузы невероятно сложно, говорят аграрии. А тут и того больше. Причем почва, где растет царица полей, казалось бы, абсолютно для этого не приспособлена. Вместо плодородной земли – одни камни. На камнях можно все-таки добиться результатов хороших для подъема урожайности. Если кукуруза нам ранее давала 30 центеров с гектара, то сейчас при использовании новых систем сева, кукурузу мы получаем по 130 центеров с гектара. Все дело в орошении делится секретом руководитель предприятия. В этом хозяйстве установлена одна из самых больших в России поливочных машин. 630 метров в длину. Она вращается вокруг своей оси и живительная влага поступает на огромную территорию. Здесь даже научились собирать два урожая за сезон. Убирают пшеницу и сразу же засевают сою и кукурузу. Кукуруза Надо не бояться рисковать. Он решил выращивать фундук. 70% сбора такого ореха в мире приходится на Турцию, 20% на Италию. И лишь 1% фундука выращивают в Азербайджане, Грузии и России. Поэтому ведущие кондитерские фабрики нашей страны с нетерпением ждут первого курганинского орехового урожая. Это актуальная программа импортозамещения в России. У нас на предприятии были делегации из Родфронт Москва, кондитерский концерн, Красный Октябрь, Бабаевский. Всем им очень интересно, когда мы сможем продавать им выращенный здесь наш российский фундук. Пока плантация фундука всего 30 гектаров. Но если дело пойдет, ее увеличат. И это не единственный эксперимент. Рядом поле акации, чуть дальше тополиная роща. Дерево высокого качества выращивают для мебельных предприятий. Свои эксперименты ставят и в Калининском районе на животноводческом предприятии. Корпус для коров построен по голландской технологии. Они живут вместе, но группы сформированы по возрастам. И что самое важное, рожают тут же. Хотя раньше их увозили в особое помещение. Из-за этого животные испытывали стресс. Коровка привыкла здесь находиться, она здесь же и телится. Сама обстановка, запах, она здесь и телится. Росла, здесь же шателилась. Потом переводим в другое помещение. На ферме больше полутора тысяч крупного рогатого скота, причем всех возрастов. Этот малыш появился на свет всего час назад. Любимому делу Любовь Васькина отдала 40 лет. Телят называет своими детьми, которым каждый день приходит с рассветом, чтобы покормить и приласкать. Как детские ясельки, так точно у нас. Детки. Малыш, малыш, надо каждому подойти, каждого персонально напоить, накормить. Иди, малыш, иди сюда, иди, хорошенький, иди сюда. Корм для коров в хозяйстве выращивают сами и уже заготовили 100% сенажа на весь год. Телят выращивают для развития фермы и на продажу. А больше 700 коров держат для молока. В день они дают почти 14 тонн. В прошлом году чистый доход предприятия, говорит его директор, составил 96 миллионов рублей. Своим опытом и примером Алексей Сидюков будет делиться с коллегами. Он вошел в состав аграрного совета при губернаторе, который должен помочь найти новое решение по развитию АПК. На земле, кто говорит, есть убыточное сельское хозяйство, тем людям не надо землю давать и не допускать их. На земле, в сельском хозяйстве можно вести хозяйство так, чтобы нужно каждому вести так, чтобы об убытках и речи не было. А идей по развитию сельского хозяйства у руководителей успешных предприятий много. Но главное, что они отмечают, к работе на земле и надо подходить с холодным умом и горячо любить свое дело. Юлия Кишинева, Эдуард Тараканов, Евгения Сокмаркина, Артем Лычко, Кубань-24, Курганинский, Калининские районы.